Начнем наш выпуск с одной из самых обсуждаемых тем недели, где сахар и почему то, что лежит на прилавках, такое дорогое. Общество массово возвращается к закупке сахара 50-килограммовыми мешками, опасаясь удорожания или еще хуже отсутствия сладкой продукции на прилавках. Почему сахар вырос в цене чуть ли не в два раза с начала специальной операции на Украине, а ведь его в полной мере производят на родине. Более того, республика имеет в закромах шестилетний запас. Отвечают эксперты. Люди даже в условиях скачка цен не откажутся от его покупки, а этим пользуются спекулянты. Сейчас Федеральная антимонопольная служба выясняет, кто придерживает сахар на складах заводы, перерабатывающие свеклу или ритейл. В теме разбиралась Гузель Айдбаева. Третьи магазинов Башкортостана по-прежнему нет сахара. Минторг региона проверил 332 точки федеральных и республиканских ритейлеров, а также другие объекты торговли. Ажиотажный спрос пал, но вот поставщики и магазины все еще не успели оправиться от массовых набегов покупателей. Я могу привести пример одной нашей республиканской сети. Если три недели назад в пик ажиотажа они продавали 39 тонн в сутки или в день торговли, потом эта цифра начала, это максимум их был, снижаться. И вот на сегодня, я с ними разговаривал, это дошло уже 11 тонн в день торговли. Если сравнивать год назад, апрель месяц, там было 10 с небольшим, мы практически вернулись к тому состоянию, которое было год назад. На конец марта запасы сахара в регионе составляли 36 тысяч тонн. При этом годовая потребность республики 32 тысячи. Объемов хватает, чтобы обеспечить население продуктом до нового урожая. Отсутствие сахара на прилавках обусловлено сбоями в отгрузке со складов. Сейчас власти республики анализируют все звенья в прерванной логистической цепочке. Что касается отгрузки, нами совместно с Министерством сельского хозяйства был создан перечень объектов. В основном туда входили как раз наши именно республиканские торговые сети. С точки зрения налаживания прямых поставок с Чешминского и Райского сахарных заводов. Первую неделю после того, как было приносо обещание, из заявленного объема, недельного объема 650 тонн, по заявкам было отгружено 180 тонн. И вторую неделю, это с 28 марта по 1 апреля, заявка была 665 тонн, отгружено было 305 тонн. Также нами заявки сформированы на эту неделю. В некоторых регионах страны ФАС возбудила дела в отношении торговых сетей и производителей. Во всех случаях речь шла о картельном сговоре, когда конкурирующие компании объединяются для создания ажиотажного спроса на товар. В Башкортостане прокуратура предостерегла заводы о недопустимости повышения стоимости социально значимых товаров. Ведомстве отметили, что получили информацию о пристановке отгрузки сахара в магазины для создания искусственного дефицита и роста цен. По результатам проведенных проверок прокурорами Кировского района города Уфы и Чешминского района, руководителем торговый дом «Башкирский сахар» и компании «Чешминский сахарный завод» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары. Власти республики заверяют, что дефицита сахара нет и быть не может. Ведь Башкортостан производит его в 6 раз больше, чем потребляет. Это при том, что в регионе за последние несколько лет закрыли два сахарных завода. Вместе с тем в Башкортостане в этом году планируют увеличить площадь подпосевы сахарной свеклы с 36 до 47 тысяч гектаров, а в 2023-м довести ее до 50 тысяч гектаров. Модернизированные мощности двух местных предприятий позволят перерабатывать наращенные объемы. Два завода в состоянии переработать 1,8 млн тонн в зачете. Это 2 млн физобъем. Вот нам с вами 2 млн сахарной свеклы надо сделать. Если посчитать, то плантации сахарной свеклы пока будут по выручке самые максимальные. Запасов сахара в регионе хватает. Ажиотаж спал. Но вот цены по-прежнему бьют по кошельку. По последним данным Башкортостана, килограмм сахара в республике в среднем стоит 82 рубля. С начала года цены на него выросли на треть. Сейчас многие фермеры столкнулись с проблемами из-за разрывов логистических цепочек. Поэтому при их восстановлении, конечно, и урожай будет достаточно высоким. С точки зрения дальнейшего восстановления спроса, у нас действительно сейчас предложения достаточно много. Поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения, конечно, возможно дальнейшее снижение цен. Одна из производных цены на сахар – это семена свеклы. Раньше они закупались за границей. В профильном ведомстве отметили, что недостающие запасы посадочного материала заменят отечественными аналогами. На сегодняшний день на рынок выходят в 2022, 2023 и до 2027 года производители российские. Это очень хорошие будут семена, которые не будут уступать нашим конкурентам. Основные конкуренты – это Сингента, это КВС, это Сесвендерхава, это Аурора и другие зарубежные, в первую очередь европейские компании. Чтобы предотвратить дефицит и сдержать рост цен из Башкортостана, временно приостановили вывоз сахара. Ограничение будет действовать до 31 августа. Также ритейлеры подписали меморандум о недопущении торговой наценки выше 15% на социально значимые товары. Есть определенные договоренности, которые каждая из сторон должна соблюдать, и мы в том числе. Это с одной стороны. А с другой стороны, время сейчас не очень неспокойное, и вряд ли есть основания считать, что каждое коммерческое предприятие зарабатывает прибыль так, как хочет. Сейчас уже так нет, такого нет. Особенно по тем направлениям и продуктам питания, которые нас особо волнуют людей и находятся в том списке, который считается стратегическим. Но сахар в том, в их числе. В правительстве республики прогнозируют снижение цен на сахар. В ближайшее время планируется наладить поставки продукта республиканского производства в федеральные сети и небольшие магазины. Также для предприятий фасующих сахар разработают меры поддержки. А ритейлеры договорились с производителями о прямых поставках без посредников.